В очереди в импровизированный банк скромная Надя стояла самой последней. Она волнуется. Сегодня ей выдадут первую в жизни заработную плату. На работу Надя ходит два месяца. Крестиком гладим и бизером. Игрушки я вшиваю. Игрушки вяжу. Еще Надежда помогала делать сахарную вату и попкорн. Расписывала награды для легкотлетического кросса. Делала игрушки-развивайки для малышей. И заработала первую получку. 65 трудиков. Так называются деньги проекта Трудова. Его придумали в общественном движении «Право на счастье», чтобы взрослые с особенностями могли развивать свои навыки и чувствовать себя нужными и полезными. Эти ребята впервые получают свою зарплату и делают покупки на те деньги, которые они заработали сами. Потому что ребята с вынуждением не имеют возможности работать. И до проекта они просто сидели дома или посещали какие-то занятия в центрах, которые не связаны с трудовой деятельностью. Для них это целая история. Трудики можно потратить в магазине проекта. Цены здесь небольшие. За пять трудиков можно купить шоколадку. За термокружку придется выложить 30. Надя выбрала себе полезные мелочи. 20 миллионов. Алексей потратил первую получку на косметический набор. Возьмет его с собой в небольшое путешествие. Он, как сказали бы в прежние времена, один из передовиков производства. А вот сейчас сказка превращается в вынки. У мальчика появилось будущее. Теперь он будет работать в мастерской. Он будет серьезно работать. Он делает очень красивый светильник из полипропиленовых труб. Очень красивый. Поверьте мне, я говорю, не зря. Ребята работают в творческих мастерских по два часа два раза в неделю. Сегодня у них прошел свой собственный праздник труда. Выходной. Можно сделать передышку. А уже завтра мастерская Трудова снова заработает. Клавдия Стельмахович, Михаил Ткачук, Афонтова. Новости.